Вы смотрите программу «Экстрасенсы. Детективы». В предыдущем выпуске в проект обратилась одержимая – 46-летняя Зоя Кудрявская из города Бурынь Сумской области. Я тебя вижу как с ножом в руках. «Подожди, что это такое? Ты хотела убить свою семью? Ты хотела их зарезать?» Суренджо Лакян почувствовал, что у Зои подселение. «Сущность, она навязывает тебе эти мысли. Именем Господа Иисуса Христос». «Появилась тварь, что? Сиди тут, я сказал! Тут сиди, я сказал! Сиди на месте!» И виновата в этом свекровь, которая ненавидела невестку. «Нина Ивановна, вот эти люди сейчас здесь стоят, они, это ваш сын и невестка, они обвиняют вас в магии, которую вы против них использовали. И я это сам...» «Бессовестная ты! Не убегай, не беги! Не трогай меня! Забирай себе боли в сердце, боли в спине, в голове! Все забирай! «Ты смотришь, как на твою мать такая?» «Чтобы не успокоилась болезнь, ноги, всего!» Тем временем, по дороге к Зое, Ольга Стогнушенко остановила машину и нашла еще одну одержимую женщину. Ага, так. Ольга Стогнушенко приводит в чувство Тамару и пытается выяснить, кто причастен к ее одержимости. «Почему черная магия в доме? Кто здесь колдует? Кто гадости делает?» «Ну, вообще-то мы дом купили. Эта женщина здесь занималась. Она... гадала на картах». «Она не просто гадала на картах. Здесь лярвы какие-то в доме. В доме лярвы. И вы их чувствуете?» «Да». «И вы их часто чувствуете. И не только вы чувствуете?» «Да». «И?» «Там сидит». «Там сидит». «Там сидит». «Иногда вижу их. Иногда слышу. Иногда они здесь хозяйничают, будто они у себя дома, эти лярвы. И они мне мешают очиститься. И они мне мешают жить нормальной жизнью. Правильно я понимаю?» «Да». «Что это за женщина? Рассказывайте мне о ней. Кто такая?» «Ее Зиной зовут». «Так». «Она... если честно сказать, мы раньше с ней никогда не общались». «Так. Но она жила в этом доме. На картах гадала». «Да». «Что-то там шептала, что-то нашептывала. И вы как въехали, так и начались эти ваши». «Да». «Буквально две недели назад просыпаюсь от того, что меня вот так хоп по заднице. Я поворачиваюсь, открываю глаза и такой маленький человечек стоит. Вот как ребеночек возле стола. Я испугалась. Сразу повернулась и давай читать отче наш. «Так». Думаю, нет, надо посмотреть, кто Жита. Я поворачиваюсь, а он как туман расходится. Вот как туман». «Тамара думала, что сошла с ума. И даже обращалась к психиатру. Но врач уверил, что женщина вполне здорова. У нее нет психического расстройства». «И это не впервые было». «Это не впервые, да». «Такое уже было. Я чувствовала, что кроме лярв, эта гадалка оставила в доме нечисть еще серьезнее. Своего помощника. Того, кто помогал ей делать ритуалы. И почему-то своего помощника она с собой не забрала. А оставила здесь. Тамаре. Но я не могла одна выгнать эту нечисть из дома. Мне нужна была помощь той гадалке». «Женщину эту как звали?» «Зина». «Она жива. Это женщина». «Да, она в суммах живет». «Вы понимаете, она здесь колдовала. Она здесь многое делала. После нее осталось много гадости всякой. Они вас беспокоят. Это они вас и раскачивают. Они вам не дают спокойно жить. Именно в доме. Вы в своем доме не чувствуете себя под защитой. Правильно я понимаю?» «Не чувствую». «А у вас есть какие-то контакты, чтобы с ней связаться, и она помогла мне вас почистить?» «Я сейчас гляну в телефоне». «Посмотрите». «Может и нет. Я стараюсь таких людей не держать». «Я не работаю с темными сущностями, поэтому не могу приказывать им уйти. Тем более у этой сущности была хозяйка, которая могла приказывать ей. Но захочет ли ведьма помогать?» «А та тварь почувствовала, что скоро ей станет плохо, и начала мешать Тамаре искать номер своей хозяйки». «Ой...» «Голова теперь болит, да?» «Да». «Сейчас». «Вы пьете эту воду?» «Пьем воду. Эта водичка вся свеченая у меня там стоит». «Тем лучше». «Это?» «В бутылке, да. Это стретинская вода в бутылке». «Так, сейчас». «И когда она начала ко мне рукой прикасаться, я чувствую, что я теряю сознание. Я чувствую, что мне плохо от нее. Она почувствовала это все, что именно во мне. Оно мне не давало, просто... Оно меня душило. Понимаете, душило». «Вот так». «Бегом, бегом, бегом. Давай, давай, давай. Сретинская водичка. Пошла. Пошла, 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 пошла. Помогай сама себе, давай. Не давай ему власти. Не давай ему власти. Пошла. Ты молодец. Молодец. Вот так. Сейчас. Сильный вдох. Сильный. Полные легкие, полные. Ой, сильно, еще раз. Давай, 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 давай. О, выдыхай. И последний раз, давай еще раз. Вот она, зараза. Ой. Вот здесь, да, болела? Да. Вот будто капюшон надели на тебя из свинца. Наконец-то Тамара немного приходит в себя и находит контакт бывшей хозяйки дома. Алло. Зинаида, добрый день. Добрый. Вам сейчас удобно говорить? Говорите, что вы хотели. Меня зовут Ольга Стогнушенко, это экстрасенсы-детективы. Зина, мне нужна ваша помощь. Я сейчас пришла в дом, в котором вы раньше жили. И в нем сейчас живет Тамара. У Тамары большие проблемы. Вы занимались в этом доме каким-то колдовством? Я занималась, у меня бабушка делала вычетку и все такое. Так. А теперь у Тамары большие проблемы. Я чувствую, какой вы непростой человек, у вас очень сильная энергетика. Я чувствую, с чем вы здесь работали и как. Если вы понимаете, если вы Оля, то вы должны понять, что я делаю только на добро. Пускай так. Но помогали вам не светлые силы. Мне нужно сейчас, чтобы вы, как женщина, привязавшая здесь своего слугу, его немедленно отозвали. Хорошо? Если вам не тяжело это сделать. Хорошо, конечно. Эта женщина разбиралась в темных материях. Но умышленно вредить Тамаре она не хотела. Она просто оставила в бывшем доме своего потустороннего помощника. Как иногда нерадивая хозяева оставляет своего старого пса. Судить ее не буду, ведь она без вопросов согласилась провести ритуал. Я раба Божья, Зинаида. Знаниями укрыта. Знаю, делала. А ваши знания меня не интересуют. Отпускаю. Оставляю. Аминь. Аминь. Я вам очень благодарна. До свидания. Прощайте. Энергетика дома очистилась. Сущность ушла от вас. Посмотрите на свечку, как она спокойно горит. Гляньте. Тут плевалась. Вон аж на дно плевала. Но радоваться было рано. В доме чисто. В доме чисто. А вот здесь нет. А вот здесь сидит. Откуда оно взялось? Подождите. Сейчас. Вот здесь не прошло. Вот здесь сидит. Что же это за сволочь? Откуда взялась? Кто это? То, что мелочь вся ушла куда-то, сбежала. Но она много проблем не приносила, эта мелочь. Вот здесь сидит. Чувствуешь ее? Да, вот здесь эту дрель. И она сидит, она как грызет изнутри. Странное дело. У Тамары было двойное подселение. Мелкое. То была сущность, которая помогала бывшей хозяйке дома в ее колдовских делах. И еще я чувствовала нечто большее и посерьезнее. Оно со временем крепчало. Просто голова кругом идет от такой информации. Ведь то же самое говорил Сурен о другой женщине, о Зое. У нее тоже двойное подселение. А я все продолжал мирить неугомонных. Наконец, они хоть немного успокоились. И свекровь даже согласилась снять эту магию, которая хотела навредить невесту. Встаньте, пожалуйста, вот здесь. Вы здесь встаньте и вы здесь. Вот так, треугольником. Держите свечку. Прости меня. Прости меня за все. За все мои грехи. За все мои грехи. Вольные и невольные. Вольные и невольные. Прости меня. Ну, прости меня за все мои грехи. Я не буду уже ничего говорить. Я все сказала. Нина ушла. Помирить мне их так и не удалось. Но хоть магию свекрови я смог снять. Давайте я сейчас вас просканирую. Руку вашу. Болезни все ушли. 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 Сорки делала, все. Но подселение – это не ее рук дело. Доброго дня всем. Добрый день. У меня был просто шок. Рубина не послушалась. И все же приехала. Нашла нас. И все это могло обернуться трагедией. А что происходит? Скажи мне, пожалуйста. А? Ты что здесь делаешь? Что я здесь делаю? Что ты здесь делаешь? Я же тебя попросил. Тебе не стоит здесь находиться. Я же не могла просто сидеть и ничего не делать. Тем более меня преследовали какие-то странные видения. Я должна была во всем разобраться. Как я могла не приехать? Где мое кольцо? Куда ты делал мой амулет? Кто тебе отдал такое право? Забрать мое? Она меня преследует. Она меня преследует и нападает на меня с ножом. Ты понимаешь? Кто она? Кто тебя преследует? Это ты сделал? Я ничего не делал. Я работал с людьми. Я сюда приехал. Я же тебе говорю, что на тебе угроза есть. Понимаешь? Я поэтому тебя попросил не приехать. Я у тебя взял кольцо буквально для того, чтобы разобраться. Я видел угрозу. Понимаешь? Кто преследует, скажи. Расскажи. Может быть, Зоя поймет, кто это. О ком ты говоришь? Я вижу женщину. Я закрываю глаза. И она нападает на меня с ножом. Я ее вижу все ближе и ближе. Я вижу ее с белыми волосами. Короткая стрижка. И она рычит. Она рычит по-звериному. Она издает такой рык. Ненормальное. Что-то в ней происходит. Внутри что-то рычит у нее. С белыми волосами. Небольшая. Небольшая. Может, Надежда? Надежда? Да. Да. С белыми волосами. Она может и рычать, и кричать, и драться. Так вот оно и есть. Так она может и причина быть ваших бедов. Вы понимаете, что она сейчас, получается, несет вам угрозу? Так же, как и мне, она несет угрозу. Я не знаю, что происходит. Я не понимаю. Надо ехать к ней. Надо ехать и разбираться. А где она живет? Я чувствовал угрозу. Но ты понимаешь, я поэтому не хотел, чтобы ты сюда ехал. Надо ехать. Надо ехать, надо разбираться. Потому что я в бешенстве. Я не понимаю, что происходит. Эта Надежда с белыми волосами преследовала меня целый день. Я не знала, кто это, но понимала, что ответ именно у нее. Я хотела знать, кто она такая. Я понимала, что меня давно ждали Сурен и Зоя, которая нуждалась в моей помощи. Но тогда я потеряла чувство времени. А главное, уже не могла бросить Тамару. Не зря же мои чувства привели меня именно к ней. Я выгнала из нее одно подселение, но должна была разобраться со вторым. А ну дай я гляну, откуда оно взялось. Мне рисуют образ женщины. Женщина такая полноватая. У нее короткие волосы светлые, белокурые. У нее глаза зеленые. Шок. Снова женщина с белокурыми волосами. Не тали, которую недавно описывала Рубина Цибульская. Что такое? Кто это? Что такое? Как зовут? Зовут как? Наташа. 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 Наталья – дочь Тамары. Она все время тихонько стояла рядом и вдруг упала на пол. Где? Вот здесь? Прошло? Так же себя чувствуешь? Так же здесь? Ты плохо. Вставай. Идем туда. Образ женщины, который мне явился, вел к разгадке. Но зло, которое здесь мучило людей, не зря набросилось на несчастную дочь Тамары. Оно хотело отвлечь. Хотело увести меня в сторону от правды. Но ничего не вышло. Держи, Матерь Божью. Не отпускай сейчас. Держи. Пусть она тебя немного согреет. Когда Наталье становится легче, экстрасенс продолжает работать. Кто эта женщина, которую я описала? Кто это? Ты ее знаешь, потому что карта знания. Она полная. Кто это? Зеленые глаза? Тетя Надя. Надежда, она с нами в церковь ездит. Женщина. Ваша подруга? Да. Где она сейчас? Дома. Она где-то рядом живет? Ну, недалеко отсюда. Поехали к ней. Такого поворота событий мы не ожидали. Неужели это та самая надежда, которой уже поехали Сурен с Рубиной? Немного ли совпадений за сегодняшний день? Когда мы с Тамарой сели в машину и поехали, я немного успокоилась. Вспомнила, что так и не позвонила Сурену. Уже и день прошел, а я к нему так и не доехала. Мы уже были почти возле дома надежды, когда позвонила Стагнушенко. Я был просто шокирован тем, что услышал от нее и понял, что нам нужно встретиться сейчас же и попросил остановить машину. А с кем это? Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, слава богу. Я думал, ты сегодня не доедешь уже. Оль, я тебя весь день жду. Я понимаю, я к тебе ехала. Меня зовут Оля. Вы Зоя? Я Зоя, да. Я ехала к Зое, но меня по дороге завело вообще в другой дом. Я увидела ту же одержимость, такая же свекровь, которая проклинала. Она также потеряла ребенка. Боже мой. Также она пережила много боли в своей жизни. И я зашла к этой женщине, и я была в шоке. Я поняла, что это не Зоя. Потому что фото Зои ты мне присылал. Я смотрела, я сканировала, и мне шла информация. И тут такая же, понимаешь? У них одинаковые истории. Они просто одинаковые. Как выяснилось, Зоя и Тамара были немного знакомы. Ходили в одну церковь. Но увидеться сейчас точно не ожидали. Я работал с Зоей. У нее я увидел два подселения. Я в шоке. И тоже две сущности. Первое подселение – это перерожденная душа ее неродившегося ребенка. А второе – надо разобраться. Ты понимаешь? Такая же история. Я когда начала работать с Тамарой, тоже увидела две сущности. Я была в шоке. Выяснилось, что в Тамаре какая-то такая, знаешь, мелкая гадость, которая осталась от бывшей хозяйки этого дома. Но когда мы убрали ту гадость, я увидела, что вот здесь, вот здесь, да? Здесь так и сидит. Я в шоке. Оля, знаешь, что самое интересное в этой истории? Это как симптомы одной болезни. Понимаешь? Двойное подселение у обеих женщин. Но почему? Кто в этом виноват? Тамара, можно я кое-что проверю? Можно. А я вас буду поддерживать. Посмотрите на меня. Сурэм прикладывает кольцо рубины к колбу Тамары. Утром то же самое он делал и Зои. Но зачем? И что это означает? Нет. Нет. Что ты делаешь? Я хочу, чтобы ты мне объяснил, что ты делаешь. И почему здесь рубина? Я когда ехал сюда, у меня было видение, что... Спокойно. Рубине здесь что-то может угрожать. Что какая-то женщина может нанести урон ей. Из-за ее золота. Поэтому я попросил у нее ее рабочее кольцо. Это то золото, с которым она работает. Я взял его как маяк. Да, Сурэн, когда он меня утром забрал мой амулет, меня преследовать стала женщина. Женщина, которая угрожает мне ножом. Я закрываю глаза и вижу ее. Объясни, какую женщину ты видишь? Надежду. Тоже Надежду? Надежду. То есть... Подожди. Вы тоже знаете Надежду? Ну, рубина писала мне... И вы знаете Надежду? Я поняла, что это она. Подождите. Вместе в одну церковь ездили. Все втрою мы ездим в церковь. Да, ездим. Я просто реально в шоке. Получается, ты сейчас привозишь одну подругу, рубина приходит рассказывать за другую подругу, получается, что три одержимые сразу. Слушайте, это не может быть совпадением. Три женщины знакомы между собой. И все три одержимые. Что-то здесь было не так. Нам необходимо было увидеть третью одержимую. Я знала, что разгадка в ней. Что с Зоей, что с Надеждой познакомились в церкви. Надежда тоже пришла на вычетку. Но страшнее я еще не видела. Она так кричала, так ее выкручивала. У нее ноги вообще не могли идти. Ничего, понимаете? Она гавкала. Она бывает в церкви на батюшку материться. Говорит, гадина, зараза. Понимаете, такие слова, говорит, что это кошмар. Мы в Лавру же ездим. Ездим туда, к мощам. Она ко мне бежит драться. Потом кричит, я туда не хочу. Чего ты меня сюда привела? Вся Бурынь тогда гудела, что она ведьма. Вы понимаете, что она может перекидывать вам это все. Всю эту гадость. Надо к ней ехать. Надо ехать и разбираться с ней. Вы знаете, где она находится? Где она живет? Да, да. Идемте. Не переключайте. Встреча с таинственной надеждой. Далее в программе. Стой! Стой! Я убью тебя. Пошел вон отсюда. Вы не поверите своим глазам. Это программа «Экстрасенсы-детективы». Суренджу Лакян, Ольга Стогнушенко и Рубина Цибульская разбираются с причинами одержимости двух женщин, двух подруг. Но только что ясновидцы выяснили, что есть еще одна одержимая – «Надежда». и прямо сейчас отправляются к ней. Надежда живет совсем рядом, вот в этом доме. Кто эта женщина и как встретит экстрасенсов? И тут выходит Надя. Я сразу же увидел, что она сама не своя. Ей руководила нечисть. Женщина просто не контролировала себя. Мы побежали к ней, пока она не покалечила себя и других. Как мы выяснили позже, Надежда много лет страдала от приступов одержимости. Так же, как Тамара и Зоя ходила по врачам, которые уверяли, что она здорова. Вы хоть верьте, хоть нет, но у меня такое состояние было. У меня бывало так. А сейчас перережу себе горло. Или кого-то убью. Вот такая агрессия у меня шла. А ну, давай! А ну, стой! Как только я ее увидела, я поняла. Сурен пытался к колбу приложить мой перстень. Но это было лишнее. Я и так знала, что это она. Я убью тебя! Я убью тебя! Я убью тебя! Воду святую! Надя, ты здесь? Надя, ты здесь? Ты чего пришел ко мне? В тот момент со мной говорила не надежда, а то, что завладела ею. Демон. Самый настоящий демон. Он знал, что я экзорцист. И буду изгонять его из тела несчастной. Это адское создание обращалось ко мне. Чего ты пришел ко мне? Я хочу жить! На обличие твое посмотреть! Дьявол! Дьявол тебя видит! Выходи! 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 Я хочу жить! Я хочу жить! Выходи! Из души ее! Выходи! Из души выходи! Нечи сопротивлялась и не хотела покидать тело женщины. Но мне начало идти видение. Я наконец-то поняла, почему образ этой женщины преследовал меня весь день. И почему Сурен не хотел, чтобы я ехала? Потому что я цыганка. Вижу тебя маленькой. Проклятье тебя держало в руках. Проклятье держало ты в руках. Рубина говорила, а на лице женщины проступала какая-то сажа. Какая-то синяя гадость начала выходить из женщины от слов Рубина. Я хочу жить! Я хочу жить! Надя, вижу тебя маленькой. Держишь ты проклятье в руках. Драгоценности, монеты, говори мне. Да, держала, 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 держала в руках. Ах ты такая, ты у меня забрала. Все, все ты забрала. Надя, слушаю. Золото-то было проклято. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Золото-то было проклято. Проклято. Моя миленькая золото было проклято. Ты меня слышишь? Оно было цыганское. Держи! Слушай меня. Да-да-да-да, слушаю. Да, слушаю. А взято оно было за черную магию. А ты маленькая, держала его в руках. Тогда никто, кроме Рубины и Надежды, не понимал, о чем речь. Уже позже, когда женщина пришла в себя, она объяснила, что то проклятое золото, которое она держала в руках, досталось ей в наследство от бабушки. И передавалось из поколения в поколение, как сокровище. Моя бабушка, когда вышла замуж, то ее первый муж был богатым. Потом он умер, осталось у нее то золото, а она вышла замуж во второй раз. А у нас есть родственник, и он узнал, что у моей бабушки много золота. Он выследил бабушку, когда она шла к родным в другое село через лес. Он ее убил и забрал это золото. Но оно не пошло ему на пользу. Сам себе перерезал горло. Я знаю, что я была тогда во втором или, может быть, в третьем классе. И я это золото держала. Это золото было трижды проклято. Первое – это когда на него делалась цыганская черная магия. Второе – это когда дядя Надежда убила за него бабушку Надежды. И третье – это когда убийца покончил жизнь самоубийством. Именно такая энергетика притягивала бесов к этому золоту. А когда маленькая Надя взяла это золото в руки, бес вселился в нее. А теперь я, Сурен, знаю и понимаю, что ты меня хотел спасти. Бес-то учил, что я хотела ехать до нее. Молчи. Тише. Золото было. Хотел забрать, бес. Мое золото почувствовал, что я еду до него. А ты, Сурен, меня спас. А мое золото – рабочее. И я тебе, подлюга, не отдам. Ты поняла меня? Ты не убьешь за меня. Когда я только собиралась на это расследование, бес уже почуял, что меня приведет к нему. У меня же тоже есть золото. Мое рабочее, на котором есть цыганская магия. И он захотел это золото. Он бы руками Надежды меня бы просто убил. Если бы я ни о чем не подозревала бы и не готова была к такому повороту. Но благодаря Сурену я была готова. А сейчас я тебя закрою. Своё кольцо. И запечатаю. А вы мне в этом помогите. Дай кольцо мое. Надя, ты сильная. Надя, ты сильная. Надя, борись. Не надо. Не надо. Извините, Сатана! Извините, Сатана! Извините, Сатана! Извините. Дайте воды, пожалуйста. Добирай. Выходи. Выходи. Наконец, ритуал завершён. Экстрасенсы обессилены. Надежда без сознания. Всё, мои родные. Всё закрыла я, всё забрала у тебя. Освободила я тебя. Ничего себе. Посмотри. Вы видели? И знаете что? Я смотрю. И здесь тоже две. Здесь тоже две сущности. Ты видишь? И самое жуткое. Смотри. Здесь был дух какой-то женщины, гадалки, ведьмы. Здесь дух умершей девочки. Здесь бес. Но есть какая-то сила более сильная, более могущественная, которая от нас прячется. У Надежды, как и у её подруг, было двойное подселение. Из каждой мы вытянули по существу, которое питалось энергией этих несчастных. И это был ключ ко всему. Сначала ими овладела мелкая нечисть, а затем и более могущественная. Но откуда взялась вторая нечисть? Ну я вижу, что здесь руки, мужские руки. И мужчина, которым двигала алчность, желание денег. Буличный Янус. Он с одной стороны как улыбается, с другой стороны скалится. Это? Это. Святой грешник. Кто это? Кто это? Это Саша. 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 Какой, Саша? Это батюшка, батюшка. Неужели священник Александр – это тот демон в рясе, который мучит несчастных? Не переключайте. Мы вернулись. Экстрасенсы возле Дома Надежды, которая оказалась такой же жертвой, как Тамара и Зоя. Суренджел Акян почувствовал, что демонов в этих женщин мог подселить местный священник. Уличный Янус. Он с одной стороны как улыбается, с другой стороны скалится. Это? Это. Святой грешник. Кто это? Кто это? Это Саша. 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 Какой Саша? Это батюшка, батюшка. Какой батюшка? Говорите. Говорите, говорите. Александр. Александр, батюшка Александр. Мы с ней начинали ездить в церковь к батюшке Александру. Вы тоже к нему ходили? И вы ходили? Была. Демонов в этих женщин подселил служитель церкви. Святой отец. У меня в голове все по полочкам разложилось в этот момент. У каждой из этих женщин была проблема подселения, с которой они обращались в церковь. Но попали в лапы к самому дьяволу. Но ведь об этом говорила и Рубина Цибульская, еще когда мы собирались на расследование и ждали Сурена. Дьявол в обличии ангела. Виновен тот, на кого бы никто не подумал. Храм падает. Он заходит в храм, и стен нет. Храм падает. Горела та церковь, горела. Невероятно. Но мы нашли в новостях подтверждение словам экстрасенса. Церковь странным образом загорелась прямо во время богослужения. Храм в огне в городе Бурым пламя охватила церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Пожар вспыхнул 26 ноября текущего года почти в половине 11 утра. Возгорание заметил прохожий, который и сообщил об этом прихожанам, присутствовавшим на богослужении. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Просто в голове не укладывается. Служитель церкви подселил нечистую силу трем прихожанкам. Но зачем? И как теперь избавиться от этой беды? Нам нужно ехать к нему. Ехать к нему и разбираться с ним. Поехали. Однако найти отца Александра непросто. Ни его адреса, ни телефона мы не знаем. Но журналисты проекта нашли страничку священника в социальной сети и номер телефона. Созвонившись, назначили встречу в местном парке. Алло. А скажите, пожалуйста, Александр, вы на месте, ну, в парке, где мы договаривались? Вы можете руку вверх поднять, пожалуйста, а то я вас не вижу. Мужчина все-таки пришел на встречу. Все срываются с места, чтобы не упустить его. Но увидев камеры, Александр убегает. Александр! Куда вы, Александр? Тамара, Тамара, давай быстрее догоняем его! Догоняем быстрее! Александр! Догоняйте, догоняйте! Стой, говорю! Подождите, Александр! Догоняйте его! Остановись, я тебе сказал! Александр, подождите нас! У нас к вам вопрос! Убежал от нас. Гадина. Рубина, он... Скажи мне, пожалуйста, если человеку нечего бояться, зачем ему убегать? Он убежал. Естественно, он сбежал. Я сейчас объясню, как все было. Человек зарабатывал деньги. Знаете, такую цикличность делал. То есть ты приходишь к нему с проблемой, он тебя вроде чистит, потом подселяет тебя снова. Это такая, знаете, кабала, замкнутый круг. И постоянно деньги, постоянно деньги. Выходили к нему, платили ему деньги. Сначала платила 13, 15, 15, а потом начал с меня требовать холодильник, начал с меня требовать мебель, стиральную машинку требовать. Давай я ему помогать. Сначала деньгами, деньгами, а потом начал требовать мебель с меня, начал требовать холодильник, стиральную машинку. Ну, и он приезжает в церковь, привозит бандита, чтобы меня тот бандит выгнал из церкви. Он ему, Олег, Олег, выгоняй ее. А Олег встал и стоит. Он тогда подходит ко мне за горло меня. Душить. Потом под руки меня выгонять. А муж говорит, а ну, стой. Ты почему руки протягиваешь? Ты кто, батюшка или кто? Я же тоже могу подать на тебя в суд. Он отступил, и все. И его тогда вскоре и убрали оттуда. Александра лишили сана священника, но он до сих пор продолжает принимать и исповедовать людей. Он женился. Такая девушка, как я, была бесноватая. А потом начала с матерью общаться, и она рассказывала, какой он. И он у них так же. Начал требовать у нее машины свои, дом родительский. И он хотел машину переписать на себя. И дом там, добротный такой дом. И все, он с выгодой. Надя, Тома, Зоя, вы понимаете теперь, что происходит? Вот на сегодняшний день ваша подселенка, вот эти манипуляции ради выгоды, ради прибыли, понимаешь, породнялся с рогатым, научился делать подселение. Он, да, он умеет. Он умеет делать эту чернуху всю, понимаете? Научился это делать, и за счет этого хорошенечко зарабатывает. На поток поставил, понимаешь? Вычитывал у вас так же? Вычитывал. Дело в том, что назначал он цену за вычетку, понимаете? Я думаю, если батюшка, конечно, если бы не мой муж, мы бы все отдали, что можно. Он говорит, Тамара, да сколько же можно, ты что? Это не батюшка. Он цену назначает. А вот батюшка, девочки. Какие доказательства? Это ужас, это ужас. Вы готовы идти на ритуал? Будем делать обряд очищения с вами работать? Да, будем делать. Ритуал очень сложный, он очень емкий, и делать его можно в очень тяжелых случаях. Поэтому нам надо сейчас сложить нашу силу, нас троих. Пойдем, моя дорогая, пойдем, пойдем. Потрепи, моя родная, потрепи. Я тоже сильно переживала, чтобы нечисть не вышла из-под нашего контроля и не причинила никому вреда. Мы все вместе поехали как можно дальше от посторонних глаз. Загородь. Это куклы-мотанки, связанные между собой. Они олицетворяют вас в битве. Женщин надо расставить так, чтобы вы сцепились с руками. Пройдите сюда. И держимся, и держимся. Крест поселенный, крест благословенный, крест церковный, крест чести, чести и славы ангельской, крест от язвы дьявольской. Выйди вон, нечистая сила, из рабы, из дочерей твоих, надежды, Зои, Тамары. Выйди вон, из мысли, страстей, желаний, из всего телесия, из всей крови, из рук в рог. Выходи, битвовская сила. Выходи, выходи. Выходи, нечисть. Крест чести, святой деда Марии. Несчастные женщины, они так страдали, нечисть не хотела покидать их тела. Больно было смотреть на их муки. Но остановить ритуал мы не могли. Из рук, ног, головы, из всей крови, из всего телесия. Иди туда, откуда пришел. Неситошка идет. Выходи, выходи. Выходи, выходи. Выходи. И отдай тому, что ты творил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Встаньте на колени. Плюй, иди. Плюйте в нее. Вставай, Зоя. Говорите. Отрекаюсь. Отрекаюсь. Отрекаюсь от тебя. Отрекаюсь я. Отрекаюсь. Отрекаюсь. Уходи из моего тела, моего сердца, моей жизни. Зеркало лопнуло. Ты видишь? Все ушло. Зеркала мой рабочий инструмент. Я в точности определяю, почему они трескаются. И здесь зеркало треснуло. Не на беду, а к счастью. Нечисть покинула тело Тамары, Зои и Надежды. Я почувствовала тело свое. Я не чувствовала раньше его вообще. А сейчас я чувствую, что тело мое. Мне облегчение теперь. И вы можете за него отвечать. Нет, ничего. Не чувствую никакой боли. Пусть вам Бог здоровья дает. Рубина, Олечка, Сурен. Дай вам Бог здоровья. Я буду молиться за вас. А мы за вас. Слава Богу, ничего не болит. Чувствую я ноги, свои руки. Так, как надо. Могу контролировать их.